Песня, песня про Побугая называется, она писалась для пластинки детской. Высоцкий пытался написать про детей песню, но у него не очень получилось, потому что у него лексикон такой своеобразный, и дети не очень сильно понимали о том, что он поет. Поэтому получилась такая веселая пластинка для взрослых больше. Ну вот предыстория для этой песни, я вам сейчас ее включу. Жираф действительно большой, ему виднее. А потом была такая пластинка «Алиса в стране чудес». Это во время одной из неудачных моих попыток попытаться работать для детей. Я написал несколько глав такой повести в стихах, о детях называлась она «Вступительное слово про Витку Кораблева и друга Закатычного Ваня Доковича». Зачем принес это в детское издательство? Прочитал, они бегали все кругом и говорили, что вот что бы я оставил, потом я пришел, так вот оно там и осталось. Ну и я решил все-таки, что нельзя как-то бросить это, я очень хотел что-то для детей написать. Ну получилось не совсем для детей, но во всяком случае вот в этой пластинке «Алиса в стране чудес» есть продолжение биографии вот этого самого попугая. Этот попугай, оказалось, что он пират, значит, плавал на пиратских судах. Я с этим попугаем знаком, на самом деле я его знаю, так что он спрашивает, где вы берете тему? Это кругом. Вот я в Одессе знаком с попугаем, который разговаривал на всех языках мира. Действительно, может быть, ему было очень много лет. Они там до трехсот живут, во всяком случае он ругался, невероятно, иногда на непонятных языках, например, на старо-французском, как выяснилось. Вот я про него написал продолжение, там было такое, но это было, и вы не помните. Кто-то, наверное, приобрел эту пластинку «Алиса в стране чудес», да? Послушайте все. Ну, а теперь время песни. Послушайте все, о-го-го, э-гей-гей, меня попугай, я пират, а морей. Родился я в тысяча каком-то году в Бананеле, а на Войчащей. Мой папа был попугай, как аду тогда еще не говорящий. Но вскоре, но вскоре покинул я девственный лес, взял в плен мне страшный Фернандо Кордец. Он начал на бедного папу кричать, а папа Фернанди не мог отвечать, не мог, не умел отвечать. И начал я плавать на разных судах, в районе экватора, северных дах. Давали мне кофе, какао, еду, чтоб я их приветствовал, хал ту еду. А я повторял от зари до зари, харамба, корида и черт, помери. Семь лет я пропал по морю, что ж, какой-то матросик пропавший. Продал мне в рабство заломанный грош, а я уже был говорящий. Турецкий паша, нож сломал пополам, когда я сказал ему паша салам. И прочь, кондраж, хватило пашу, когда он узнал, что еще я пишу, читаю, пою и пляшу. Я Индию видел, Китай, Ирак, я Индии виду, мне попка дурак. Так думаю, только одни не кори, харамба, корида и черт. Побери!